Хочу говорить сегодня Власть написана и князь века сего, князь, тот, кто стоит и господствует тьмы века сего, это дьявол и его духи. Поэтому церковь, нету никакого смысла претендовать на господство в этом мире церкви, потому что дьявол никогда не даст нам этого. Стать во главе правительства, да, кому-то в президенты, баллотироваться где-то в парламенте, да, это может быть. Но чтобы где-то в стране воцарилась христианская власть, опять как была в католические времена, Хотя христианская, мы все понимаем, это была очень христианская власть. Но чтобы установилось правление церкви и Бога и веры, дьявол никогда этого не позволит. Никогда. Виной сему грех, власть греха и то, что дьявол является начальником его. Что же является настолько тяжелым во грехе? Почему грех настолько противоположен добру, Богу и дьявол? Называется отцом греха. Было время, когда общался с Господом и молился. И Господь действительно затронулся, сказал, что все, что вот слово, которое я дам, Оно действительно берет начало с низов, с оснований. То, о чем я буду проповедовать, без него невозможно жить христианину. Без него и человеку, обычному в мире, тяжело жить без этого. Его жизнь заметно усложняется. Тормозит, падает, катится. И человек, без имения того, о чем буду проповедовать, Увы, одинок. Увы, так же побит. Ему еще хуже, чем даже нам, потому что у нас есть надежда. Но скажу об этой же истине. Не имея ее мы, мы не отличаемся от мирского человека. Не на каплю. Мы все прекрасно знаем, что Божье начало, Божье творение, Оно имело идеальный характер, идеальный состав. Все было абсолютно совершенно. Но восстал некто, именем ему дьявол, Люцифер. Так вот, Бог, создав мир, создав все, принес совершенство и добро, от которого произошло замечательное понятие в нашем мире – счастье. Добро и счастье. Восставший дьявол, восставший ближайший к Богу ангел, знавший цену Божьей славы, знавший, как прославить Бога совершенно, так, чтобы Бог был более чем Богом, то есть принес, принес ему достойную жертву. Это мы, люди, стремимся принести ему достойную жертву. Это мы поднимаемся по ступеням, чтобы угодить ему. Он был на вершине этой ступени и знал, какую жертву дать ему. И знав эту цену, имея оценку ее, захотел ее себе. И захотев себе того, чего он не был достоин, потому что был созданным, потому что был творением, а не творцом, восхотев ее себе, подняв себя выше, не имея на этого никакого права, имея благодать настолько большую, чтобы быть первым из ангелов, поднял себя сам выше, перечеркнув все. И принеся в мир, принеся в совершенство создания, всего созидания, принеся грех. Бог, соблазнив в честь ангелов, демоны, принес в мир порог, тяжбу. И вместе со словом, которым мы называем грех, так как Бог принес добро, правду, истину и счастье, в мир, при появлении греха появилось совершенно противоположное чувство и совершенно отрицательная сторона – вина. На одной стороне Бог и счастье, при котором Он и создал землю, с идеальными условиями, идеальной жизнью, идеальными отношениями, с таким телом, с такими глазами, ушами и сердцем, что Бог гулял по саду с Адамом. И общались с ними, как друзья. И общались с ними лицом к лицу. Вот это было истинной правдой, и человек жил в абсолютной гармонии с природой, с самим собой не было несовершенства. «И когда пришел грех, когда пришел искуситель и дьявол, соблазнив Еву и Адама, когда вкусили, написано, «И увидела жена, что приятно, и съела, и дала мужа своему, и он ел, и открылись у них глаза, и что произошло?» Они поняли, что они голые. Они поняли, что они наги. И они этого устыдились. Пришло чувство вины. Так живут очень многие люди в этом мире. Все. Грех пришел. Теперь совершенство Божье запятнано несовершенством греха. Так и живем. И у человека появился, наконец, выбор. Теперь у человека появился более чем выбор. И тогда у него был выбор. И склонялся к доброму. Но теперь, когда появился грех в этом мире, он не оставил выбора как-либо. Первое. Причувствие вины, потому что теперь плоть наша тормозит нас, желает грешить. Она тянет исполнять свою волю в этом мире. Она тянет тебя за свое. От нее не убежать. Вот это плоть. Когда мы грешим, внутренность наша Божья, ибо созданная по его образу и подобию, начинает испытывать чувство вины. И Бог по великой милости у человека есть два способа уйти от этой вины. Два способа есть. Есть два способа. Совершенный и несовершенный, разумеется. Но они оба есть. Первый. Совершенный. Это раскается внутри. Это признать, что я не прав. Что я не прав. То, что первые люди не сделали, но мы к этому вернемся. Сказать, я не прав. Прийти к Богу, сказать, что Господь, и перед тобой я не прав, я перед тобой не прав. Искупи меня, прости меня, мой очисти. То, что опять же не сделали первые люди, когда Бог взял Агнса, принес его во всесожжение. Покрыл их грех и одел их. Но и этот даже момент мы попозже рассмотрим. И второй способ. Это был, это совершенный способ. И он тяжелый. Более того, что он совершенный, к сожалению, в нашей жизни. Он еще теперь еще и тяжелый. Потому что плоть все так же, вот ты и подопокаялся, получил искупление. Плоть тянет ко греху. И Павел не отказывался от этого. Он так же сказал, говорит, мы обновлены. Но плоть не хочет делать того, что хочет делать Дух. Покаянный и обращенный. И он всегда сопротивляется и тянет нас грешить. Каким бы святыми мы не были, плоть хочет грешить. В малой степени, в большой степени. Я не об этом сейчас сужу. Я говорю о том, что она рвется и побуждает. И второй способ. Несовершенный способ. Способ, однако же, который выбирает огромнейший процент этого мира. Самый огромный. И верующие, и неверующие. Все. Его выбирают большинство. Практически всегда его и выбирают, если не в Боге. Этот способ, который говорит о том, что грех, когда человек его совершает, приносит человеку небольшое удовольствие. Он приносит при совершении небольшое удовольствие. О, в моей жизни я это более чем знаю. И в чужих жизнях, которые сейчас со мной живут в армии, и видя жизни других людей вокруг, это более чем не стоит отрицать. Мы все прекрасно знаем, что грех, когда ты его совершаешь, написано, приносит, хоть и кратковременное, но удовольствие. И человек в это время, совершая его, получая результат, в результате коротенькое удовольствие, подъем, забывает о нем, и что дальше? Потом приходят опять муки совести, вины. И человек опять встает перед выбором. Я не прав. И значит, надо каяться. Значит, надо отказываться. И к этому мы тоже вернемся. Что значит отказываться для человека? Или вот, другой способ, я опять согрешу, опять будет неплохо, опять будет хорошо, но зато больно не будет, ведь правильно? Внутри вина не давит, вина не душит, потому что вина тебя внутри, в сердце, она тебя не убила сразу, и ты знаете, что вот и конец. Нет, она тебя тянет. Она на совести твоей камнем ложится и вниз тянет, больше тянет, особенно если ты человек добрый, чувствуешь, и у тебя промежутки, чтобы подумать немножко. Она начинает тебя давить, начинает как на занозу, как на больной зуб, что он не удален, и вот она дырка, что вот она здесь внутри, она стеклянная, и она такая больная, и не вытащит, потому что не видно, как бы. И человек в большем случае выбирает именно этот второй способ. Выберет еще раз сделать грех, чтобы главное внутри сейчас не мучило, а чтобы сейчас не мучило, не думая о том, что будет потом. Библия, и Соломон говорит о том, что праведник думает о последствиях, а не о том, что вино вот сейчас оно ухаживается, то, что оно красиво лежит в чашечке, как приятно выпить, как мне будет хорошо. Он думает о том, что после того, как ты выпьешь, что с тобой будет. Праведник об этом думает. А неправеднику ему доказывают сколько угодно. То есть ему говорят, что покажи мне точно в Библии, где здесь написано. Вот покажи мне точно, где здесь написано нельзя. Да такому человеку никто не докажет. Никакой пастор не докажет, никто ему не докажет, потому что потом пойдем к медицине, а все-таки иногда ведь можно, ведь полезно же. А все-таки ему, Павел Тимофеев, ведь разрешал для желудка. И ученые вывели. Друзья, кого мы обманываем, Бога или себя? Мы угождаем своей плоти или волей Божьей в нашей жизни? Я об этом говорю. И я сказал, вот они два пути. Искупление. Искупление перед Богом своей вины. И раскаяния. Человеку так тяжело кается признавать себя-то виновным. И быть перед Богом дальше праведным, что является трудом, написано в жизни нашей. Или же, согрешив, сделав неправильный выбор, сделать следующий, и следующий, и следующий, и следующий, и следующий. И так заказнеть, что, кажется, и выхода вот туда вот уже и совесть не позволяет даже думать. Главное, чтобы опять больно не было. И это, как знаете, это как алкоголик во грехе. Знаете, я могу сказать, что я немного начал понимать Бога о потопе. Когда говорят, как великий Бог, добрый, любящий Бог, мог потопить столько людей, целый мир затопить людей. Как Он мог? Вы говорите о любящем Боге. Я говорю Боге более, чем о любящем Боге. Потому что, когда люди живут столетиями, 600, 700, 800 лет, когда написано, когда вот этот грех появился, и некоторые только призывают имя Божье приносит ему жертву, когда праведник только Ной, написано, а люди весьма умножились, а праведник один Ной. Когда для того, чтобы жить дальше, нам нужно заглаживать чувство вины внутри нас, а праведник один Ной, то есть, это Он перед Богом приходит, и Он кается, а остальные не каются. Значит, если не каются, значит, во грехе живут. Понимаете теперь, что обозначает, когда Господь говорит, что все мысли, и все помыслы, и все желания были у человека злого всякое время. Думаю, теперь церковь немножко понимает, что это означает в Библии. Это означает, что люди просто не могли уже без этого жить, потому что, во-первых, жизнь столетиями, во-вторых, пытаться опять сейчас что-то изменить, это так тяжело, а во грехе легче, он же легкий, и удовольствие приносит, и я, кажется, забываю, и это как наркоман, как алкоголик, лишь бы, лишь бы, лишь бы успеть. И человек погрязает в этом, он становится в болоте, в полном болоте. И Господь сказал, они уже не могут вылезти. Я уже, говорит, я жалею, что я создал, потому что они не хотят, не могут, это больше, то есть, они не желают сами вылезать вообще из этого. Они желают теперь в этом всегда жить. что сделал для этого Господь? После уничтожения мира, написано было, и люди стали призывать им. После, после, Авель был первый, кто принес. После Ноя, после размножения земли, Господь, знаете, какая вот его чудная Божья сторона, доказывающая Божью любовь к нам? Тем, что, вспомним Авраама, вы думаете это? Вспомните, почитайте Библию как-нибудь на днях, это Авраам стал искать Бога? Или написано, Бог позвал Авраама? Это местописание, это местописание написано в Иоанне, это, да, написано в первом послании Иоанна, 4 главе, 10 стих, это, если разбираться, да, написано о том, о том, что это не вы меня избрали, то есть говорит, что, секунду, вот, это 4 глава, 10 стих, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас прежде, понимаете? Это Бог нас возлюбил, это Бог стал искать путь к нам, точнее располагать нас к исканию себя, это Бог стал прокладывать путь, говорить в уши, искать, чтобы кто-нибудь отозвался, это Он говорит, выйди, и я дам тебе, вот, говорит, выйди, и я покажу тебе великое, только послушай меня, у меня есть все, послушай, и у меня есть все, вот ты ищешь свободу внутри себя, ты ищешь мира, ты ищешь настоящего, ты еще не закоснел в этом мире, есть выход, Он у меня есть, и Бог бежит с этим выходом к человеку, предлагая жертву, и так далее, и так далее, и понимаете, это, конечно, да, здорово, вот почему я говорю о Божьей великой любви, почему я более чем им поражаюсь, но, сегодня я немножко, я об этом, разумеется, хотел бы говорить, но немножко и о другом, давайте разберем сначала чисто слово, слово Божье, которое написано в Матфее, ко всей этой проповеди меня побудило именно это место, Матфея, 6 глава, это Нагорная проповедь, Матфея, 6 глава, с 14 по 15 стих, я прочитаю его вслух, даже так, возьмем лучше 18 главу, 18 главу Матфея, с 21 по 22 стих, а потом 6, с 14 по 15, здесь написано, Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз, Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, до семи, до семидесяти, говорит о числе, говорит о том, что прощать, прощать, и прощать, и прощать, и следующее место, это как раз 6 глава Матфея, 14 по 15 стих, где говорится, Ибо, если вы будете прощать людям согрешение их, то и простит вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших, Иисус Христос обращается к прощенным людям, к избранным Божьим народу, и к нам обращается, потому что следующие места в Новом Завете написано, прощайте друг друга, как Бог во Христе, и так далее, и так далее, это к нам, я даже не говорю, это к людям, которые грешны, к людям, которые еще не покаялись, которые не обрели Бога, к ним это тем более относится, так же, но для нас местописание, если не будете прощать согрешений, вам тоже не простит Отец ваш грехи, не просит вам ваши согрешения, вам Он их не простит. И я стал разбирать вообще с самого начала, хорошо, что есть такое прощение, что такое прощение. И понятие прощения включает в себя проявляя, тут много понятий, но говорят практически одно и то же, проявляя снисходительность, то есть проявляя, то есть сходя сверху вниз, проявляя сострадательность, то есть чувство внутри, снять с кого-либо, с чего-либо, не будь вину, более не ставить в вину, это прощать, прощение, освободить, избавить от каких-либо прямых, косвенных долгов, обязательств, забыть вину, обиду или ошибку, вольную или невольную. Чем еще могу добавить? Могу добавить разве что только Библии и Местописаниями, где в Евреям, 8 глава 12 стих, 10 глава 17 стих, можно не открывать, это просто есть, где написано грехов, не вспомину, более написано, или где филиппийцам, 3.13 забывая заднее, простираясь вперед, или где написано, что где еще остальные места говорят, и так далее, и так далее, что написано, что мы, что более, когда простил, больше ничего нет. Все, чистая страница, чистый лист. Это означает, пускай ты даже супер прав, пускай правее сейчас нет у тебя, но имея должника простить, это означает, снизойдя, сострадая, отпустить вину, обиду, ошибку, долг, вольный и невольный, и больше этого не вспоминать, этого нет. Это означает, в моей жизни я больше не вспомню этот момент, а если он и вспомнится, я от него отказываюсь, потому что его я простил, и этого больше никогда не вспомню. Не существует больше. Итак, еще раз место Писания. Если вы простите, то вам простит ваш Отец Небесный. если не простите, и вам не простится согрешений ваших. И я спрашиваю, вот да, я узнал, что такое прощение, говорю, Господи, но почему, почему для тебя прощение настолько прямо важно, что даже если я покаянный твой ребенок, я же живу в тебе, я же с тобой живу, Господь, я и общение с тобой имею, и Духом Святым крестился, и дары у меня есть, и я люблю все, но сейчас на Него обижен, и простить не могу. Почему ты, неужели ты не снизойдешь ко мне, и не простишь меня тоже, ну, и не закроешь на это глаза? Так, наверное, правильнее было. Ну, не могу я его простить. У каждого свой порог. У каждого внутри есть предел. У каждого внутри есть точка. У каждого внутри, я скажу так, есть спина неоткрытая. Ой, не закрытая. А открытая. В которую, если очень хорошо воткнуть, ой, ах, вот такое простить, это больно. Это никак. Неужели, почему же ты так жестко говоришь, что когда мне так сделали в жизни, ты еще, ну, ты не явишь ко мне ничего. Почему ты говоришь, что ты не посмотришь на это, что я должен простить? Ответ мы берем из местописания, я буду по порядку давать их и объяснять. Но первое местописание, это послание к Ефесянам, четвертая глава, тридцать второй стих. Я думаю, для очень многих это местописание наизусть есть. Написано, «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как Бог, как Бог во Христе простил нас». Прощайте друг другу, как Бог во Христе простил нас. Что было, чем являлось Божье прощение нам через Иисуса Христа? Если еще более сравнительно искать, то мы можем, это еще 4 глава, 32 стих, мы можем начать, листать Библию совершенно назад к посланию, не к посланию, а к Евангелию от Иоанна, где написано, 3,16, «Бог возлюбил мир и поэтому отдался на Своего». Итак, написано, «Бог во Христе простил», значит, «потому что возлюбил», то есть, «любил настолько сильно, что простил». Как простил? В чем простил? Значит, при прощении необходимо проявлять любовь. Значит, простить, для возможности простить, неотъемлемой частью становится умение или присутствие любви. И сейчас вспомните, как я сказал, открытая спина, тебе в нее воткнули, а может и не раз, и не два, а может быть, человек наизусть знает уже, куда надо и как надо. Итак, если есть, какое утешение во Христе, если есть, какая отрада любви, если есть, какое общение духа, даже сейчас, он берет из качеств, говорит любви, потом идет общение духа, если есть, какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. «Будьте единодушны и единомысленны». Он все время сводится, Павел, как раз к местам, что вот единодушны, единомысленны, смирение, любовь, это все от любви, все равно приходит к ним, к ней. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрю почитайте одного высшим себя». Если мы будем рассматривать, что такое любопрение и тщеслание, любопрение – это собственное, это собственное, это пустое любопрение, пустое искание себя, это пустое высказывание себя, это просто как же это? Самохвальство, пустое, то есть не имеющее ничего, за собой ничего. От тщеславия, тщеславие – это говорится, то есть и так, как говорит Павел, «Не имея, не делайте ничего, не делайте ничего, потому чтобы себя восхвалить», просто так на месте, или же «Под тщеславию», то есть «По собственному желанию, с хотенью и корыстной выгодой», то есть потому что «Мне от этого что-то будет», он говорит. «Ничего не делайте, но почитайте одного друг друга высшим, почитайте друг друга одного высшим себя и берет о том, что основу этой берет любовь и как переходит в пятый стих, чтобы у вас были те же чувствования, то есть чтобы наконец мы стали как во Христе Иисусе». Иисусе ПОД «ПОД «ЛЖИЙ»» Иисусе Субтитры создавал DimaTorzok